Субтитры предоставил DimaTorzok Министр природопользования и экологии Башкортостана Нияс Фазылов сообщил, что за этот период рего-операторы задействовали порядка 357 единиц техники. Сейчас в республике насчитывается 256 несанкционированных свалок. Из них две планируется ликвидировать в рамках федерального проекта «Чистая страна», 90 по проекту «Генеральная уборка». Остаются 164 свалки. Премьер-министр Андрей Назаров обратил внимание на проблемные вопросы в сфере обращения с ТКО. В республике не хватает объектов накопления, сортировки и размещения отходов. Мусор вывозится не всегда своевременно. Находимся на финишной прямой. И дальше откладывать уже нельзя решение оставшихся проблем. Большую часть их решили, но вот те проблемы, которые остались, их надо хорошими ударными темпами дорешать. Поэтому я надеюсь, что меня услышали и рекоператоры. В республике за год количество обращений по вопросам вывоза мусора снизилось на 11%. Эксперты объясняют это сменой регоператора в зоне номер 2, где только в Нефтекамске поступило на 620 жалоб меньше. Взаимный товарооборот между Башкортостаном и Индией за первые пять месяцев этого года вырос почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Торговля на 91% состоит из экспорта башкортостанской продукции, сообщили в Министерстве внешнеэкономной связи республики. Регион поставляет в южноазиатскую страну продовольственные и топливно-энергетические товары, продукцию химпрома, машиностроение, импортирует химию, каучук, продукты, металлы и изделия из них. По итогам 2023 года Индия заняла 12 место в рейтинге стран-партнеров. Доля внешнеторгового оборота составила 2%. В области инвестиционного сотрудничества двух республик наиболее актуальными являются фармацевтика, машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство. Акцент делается на продовольственные товары, на те товары, которые востребованы у большого населения. Как вы знаете, население Индии в несколько раз превышает население Российской Федерации. И наши продовольственные товары пользуются хорошим спросом. И этот рынок еще не до конца оснащен в целом российскими товарами, поэтому производители Башкортостана могут быть полезны в качестве экспортеров на территории Индии. Напомню, в первом квартале этого года взаимный товарооборот между Башкортостаном и Индией вырос в 4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, экспорт из республики увеличился более чем в 4,5 раза в годовом выражении. Башкортостан занял 4 место среди регионов по развитию ипотеки. И почитали аналитики реорейтинга. За год республика поднялась на две позиции. В регионе на 1000 человек экономически активного населения за последний год приходится 41,5 ипотечный кредит. Число жилищных займов за 5 месяцев 2024 года при этом сократилось к аналогичному периоду 2023 на 15%. Средний размер ипотеки в Башкортостане составляет 3 миллиона рублей. Доля просроченной задолженности по таким кредитам 0,28%. По словам эксперта на рынке недвижимости Камилы Фазлыевой, активному ипотечному кредитованию в республике способствовали высокая стоимость квадратного метра, а также различные меры господдержки. В последние годы активно в республике развивались программы совместных застройщиков и банков на покупку квартир по льготным ставкам, по госпрограмме по семейной ипотеке и субсидированные всевозможные программы у застройщиков с банками, которые, собственно, и продавали новостройки преимущественно в ипотеку. И особенно обратим внимание, что сейчас происходит на рынке, это активность продажа ИЖС. И здесь тоже ипотека на ИЖС действует хорошо, поскольку вокруг Куфы активно строятся коттеджные поселки, ну и традиционно республика Башкортостан лидер в сельской ипотеке. Первое место в рейтинге занимает Тыва, где на тысячу человек приходится 130 ипотек. На втором месте Тюменская область с показателем 46,8. На третьем Ямало-Ненецкий автономный округ. Пятерку лидеров замыкает Саха. Меньше всего ипотек оформляют в Севастополе, Крыму и Ингушетии. Средством от капитала можно будет потратить на индивидуальное жилищное строительство через механизм счетов Искроу. Закон подписал президент Владимир Путин. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Средства или их часть могут быть направлены на счет Искроу бенефициаром, по которому является юрлицу или индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством дома. Закон также предполагает механизм возврата средств матокапитала в случае прекращения договора счета Искроу. К слову, в Башкортостане улучшение жилищных условий стало самым популярным направлением для расходования средств господдержки. С начала реализации программы свои сертификаты на эти цели направили свыше 88% семей республики, сообщили в региональном отделении социального фонда. Из них более 58 тысяч построили частные жилые дома. С начала этого года на строительство дома средствам от капитала направили 430 семей. Всего на эти цели было перечислено 178 миллионов рублей. Спасатели регионального управления МЧС мониторят случаи с подтоплениями в Башкортостане. Из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках в некоторых районах республики наблюдается паводковая ситуация. Впоследствии непогоды ликвидируют в Туймазах, где из берегов вышла река Туймазинка. Вода попала во дворы, гаражи и несколько частных домов. Спасатели провели откачку воды с придомовых территорий. Эвакуации жителей не требуется. Уровень воды в реке постепенно снижается. В селе Нижнее Кормалы Ермякиевского района размыло мост через ручей Карамаленко. Подтопленными оказались 8 придомовых территорий, в которых проживают 15 человек. В дома вода не зашла, объездные пути есть. Сейчас на месте работает оперативная группа МЧС. Сотрудниками МЧС России проводятся работы по откачке воды с придомовых территорий. В целях оповещения населения совместно с администрацией города и района проводятся подворовые обходы жителей, которые попадают в возможную зону подтопления. Эвакуации жителей не требуется. В Главном управлении МЧС России по республике Башкортостан работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле. По прогнозу Башгидрометцентра в республике в ближайшие дни сохранится ненастная погода. Так завтра, 23 июля, пройдут кратковременные дожди. Местами сильные грозы локально град. Порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 11 до 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. В среду характер погоды не изменится. У меня все к этому часу. Оставайтесь на РБК. Все хорошо.